Микрофинансирование – это позор России. Как экономист по образованию и человек, занимавшийся в том числе и финансовой деятельностью довольно долгое время, как в прошлом руководитель банковской структуры, я с изумлением смотрю на ту чудовищную деградацию, которая переживает наша финансовая сфера под руководством экономического блока правительства. Сегодня, по некоторым оценкам, около 40% населения России, а это, можете себе представить, сколько, это около 60 миллионов человек, 55 с чем-то миллионов человек, находится в состоянии должников по процентным ставкам от 30 и до 700-800 тысячи процентов годовых. Эти процентные ставки называются невозвратными. Они нарастают с такой скоростью, что человек практически попадает в кабалу. Как оценить это явление? Мне кажется, что, во-первых, это явление рукотворное. Естественно, у каждой микрофинансовой организации есть некий хозяин. Думаю, что влияние криминального элемента в этом секторе как никогда и нигде велико. Это люди абсолютно без совести, без стыда. Они прекрасно ведают, что творят. Это раз. Второе. Вся эта система, она возникла при попустительстве со стороны экономических властей. Сделать вид, что они этого не понимают, нельзя, потому что микрофинансовые организации, по сути, действуют как своего рода небольшие банки, не имея банковской лицензии. То есть, нарушают, прямую нарушают законодательство. Ну, а коли речь идет о нарушении законодательства, значит, мы должны искать тех, кто способствует этому. Это и соответствующие надзорные органы, например, в лице Центробанка. Это и силовые структуры, которые должны стоять на охране конституционных прав граждан. Ну и, конечно, всевозможные сопутствующие институты, государственные аппараты, которые так или иначе покрывают или способствуют развитию этого явления. Позор России. Нигде больше, я думаю, в мире такого разгула преступности финансовой не существует. Ростовщики практически опутали значительную часть как раз малоимущего населения, об этом же населении прежде всего идет речь, своими сетями. Вырваться из этих сетей невозможно. Президент Путин, наверное, не очень хорошо отдает себе отчет, какую бомбу под него подвели. Если в дальнейшем ситуация экономическая будет ухудшаться, она сейчас стремительно ухудшается, мы далеко еще не на дне финансово-экономического кризиса, то в какой-то момент люди, потеряв последнюю надежду справиться с этой бедой, они выйдут на улицу. Могут мне возразить, что, дескать, свободный рынок, западная логика, бизнес, ничего личного. Но мы же прекрасно должны понимать, что мы пришли в так называемую свободную экономику, которой, конечно, свободой и не пахло, но пришли из Советского Союза. Многие люди просто не понимают, действительно не понимают. Не читают договоров, там все мелким почерком написано. Попадают в отчаянные ситуации и думают, что я сейчас возьму, завтра отдам, не успевают. И попадают уже вот в этот замкнутый круг, постоянно нарастающий зависимости. Коллекторы бесчинствующие. Сейчас кое-что делается, там какие-то законы против коллекторов принимают. Но мы же прекрасно понимаем, что речь должна идти совершенно о другом. Вопрос. Почему государство принимает закон об амнистии капиталов, вывезенных незаконно, подло, предательски, вывезенных, ворованных денег за рубеж, и мы их амнистируем на уровень высшей государственной власти, Госдумы и так далее. И в то же время мы не амнистируем жертв этих самых ворованных капиталов. Потому что ворованные капиталы были выведены из бюджета, мы же прекрасно это понимаем. Соответственно, бюджет в свое время и параллельно выводу этих капиталов не смог обеспечить социальную соответствующую защиту, не смог доставить эти ворованные деньги в ту среду социальную, которая прежде всего в них нуждается. У нас сейчас много говорят на любом уровне о защите интересов неимущих, адресной социальной поддержке. Ну так давайте эту поддержку и окажем. Давайте амнистируем. Давайте амнистируем те 11 триллионов рублей, ну может быть за исключением создадим соответствующие механизмы, установим соответствующие нормы расчета. Например, ставка рефинансирования, все, что выше, амнистируем. Все, что было когда-то подписано, пускай будет иметь даже обратную силу, будет пересчитано. Будут созданы соответствующие органы при местных администрациях, выработан соответствующий порядок пересчета. государство по силам это осуществить, раз ему по силам вернуть, предложить амнистировать дворовные капиталы. И вот это вот будет реальный шаг к тому, чтобы укрепить социальный мир в стране и, возможно, предотвратить взрыв. Продолжение следует...